Приветствую, уважаемые! Последнее время в сетях наметилась тенденция говорить, мол, в России ничего хорошего разработать не могут, сделать не могут, все только западное да китайское. Так вот, сегодня я вам расскажу про очень классные наушники под названием Кеннертон Вали. Если кто не в курсе, компания Кеннертон наша, российская, и собирают наушники у нас в России. Более того, их собирают и разрабатывают непосредственно в Петербурге, в родном для меня городе. Это еще более подстегнуло мой интерес к этой продукции, я познакомился с замечательными ребятами из компании Аудиоклуб Про, они мне предоставили это дело на тестирование, и сегодня я вам расскажу, что наши тоже очень даже могут. Поехали! Наушники реально выдающиеся, причем это видно сразу уже по упаковке, вот я не часто это дело показываю, но здесь посчитал, что это достойно отдельного куска видео. Вот посмотрите, да, снимаем бумажку, и перед нами вот такая вот замечательнейшая коробища, это даже, не знаю, кейс, шкатулка, дерево полированное, выбито надпись Кеннертон Аудио Эквипмент. Здесь замочек красивый, снизу даже кусок сукна, который позволяет вам не поцарапать стол, когда вы на него положите вот эту коробищу. То есть, ну вот сделано все настолько классно, настолько аккуратно и стильно, что вы понимаете, что да, наушники дорогие, но вот сразу с упаковки это заметно, за что вы платите деньги уже. То есть, это вот подход именно к премиальному сегменту, к сегменту крутости, к сегменту, не хочу говорить мерзкое слово лакшери, но тем не менее, оно здесь возможно применимо. Да, внутри опять же сукно, и вот мы видим внутренности. Конверт с гарантийками, со всякими бумажками, соответственно, откладываем в сторону, да, наушники и вот такая вот штучечка. Штучечка-баночка, баночка металлическая, верхняя крышка ровно тоже самая деревянная, то есть вот, о, посмотрите, кусок дерева. Здесь у нас находится кабель для наушников и карточка номерная, индивидуальная, с ответствующим номером, таким же, как на самих наушничках. Вот такая на ртаналгию. Смотрите, как вот все здорово-то сделано. Наушники. Наушники не маленькие, наушники очень такие серьезные. Да, кстати, здесь ни грамма пластика вообще нет. Ребята сделали все очень-очень круто. Значит, смотрите, кожа телячья, сталь, дерево. Все. Наушники открытые, то есть вы должны понимать все особенности. На улице в них не походишь, понятное дело, но эта история не про улицу совершенно. Мощная такая вот штука, держалка, чаш. Все надежно, все плотно, без каких-либо дополнительных приблуд, понтов, но при этом очень стильно, как по мне. Вот очень хорошо сделано. Вот эта часть мне нравится, например, Кеннертон, да, вот. Ну, с одной стороны, вроде бы ничего навороченного, с другой стороны, настолько стильно это выглядит, настолько круто и реально красиво дорого, по-хорошему дорого, что даже с точки зрения визуальной эти наушники очень выигрывают. Значит, что здесь? Вот эта вот уникальная штука, она запатентована, наши придумали. Это тоже, кстати, хорошо. Вот, пожалуйста, что может делать Россия, если кто там говорит, фу, вот у нас ничего нет, вот, пожалуйста, вот у нас есть эта запатентованная штука. Она не только вверх-вниз, но и вот видите, как бы вправо-влево, то есть, когда вы покупаете наушники, находите там 5 минут примерно на настройку этого всего дела. И у вас это дело потом сидит на голове так, что снимать его очень-очень-очень долго не хочется. Значит, все, опять же, телячья кожа, как я говорил, все на винтах, все крайне надежно, крайне качественно. Значит, снизу разъемы 2 XLR Mini отдельные на каждый канал. То есть, здесь нету истории под названием, там, мы сделаем один, а дальше как-нибудь пропустим тонкий проводок через заголовье. Нет, все вот сделано серьезно, значит, сделано серьезно. Да, тут все рассчитано, даже вот количество и расположение вот этих дырочек на амбушюрах, оно тоже рассчитано. А уж внутри, когда мне показали, как это все выглядит, то есть, там не просто драйвер какой-то вставленный, да, вот в корпус и решетка. Это все просчитано, и решетка просчитана, и все просчитано, и на драйвере там какие-то конусы, там, сверху, точнее, над драйвером висят, и какие-то щеточки. Это все вот тут сделано так, чтобы получить вот этот самый звук. Значит, сейчас кабель вам даже покажу еще раз, точнее, не еще раз, а просто покажу. Посмотрите, толстенный, серьезный кабель. Все продумано. Ярбовский разъем аудиофильский. То есть, вот, берешь и понимаешь, нормальная, серьезная вещь, даже вот муфта серьезная, там, ничего никогда не вырвется. Просто класс. Ну что, давайте я вам сначала покажу, как эта штука сидит на голове. Значит, понятное дело, что понты здесь уже вторичны, но тем не менее. Раз и два сбоку. То есть, даже при учете необязательности, скажем так, серьезного внешнего вида, они все равно выглядят очень-очень-очень классно, очень серьезно и действительно приятно себя там видеть в отражении зеркала. Хотя, по сути, вы будете сидеть, наверное, где-то дома. Значит, что я могу сказать? Я вот тут записал себе по, скажем так, по прошествии нескольких дней серьезных испытаний, я послушал очень плотно, серьезно и вот наметил какие-то определенные моменты. Ну, во-первых, во-первых, конечно, это материалы, тут можно даже не записывать. Они потрясающе классно собраны, здесь очень хорошие материалы подобраны, здесь все просчитано. Вот, то есть, берете и понимаете, насколько серьезные классные вещи. Одна упаковка, чего стоит, да, это прекрасный подарок. Понятное дело, что дарить наушники за 58-59 тысяч, ну, такой, не все могут себе позволить, но тем не менее, да, вот вы покупаете вещи, вы понимаете, да, даже с точки зрения упаковки. Это здорово. Никакого пластика, это тоже хорошо, то есть, здесь все просчитано, все резонансы во всех материалах учтены полностью, даже включая вот эти вот самые амбушюры. То есть, подбор материала, вот этого поролона внутреннего, он тоже происходил довольно-таки плотно, какое-то время занимало, это тоже все было учтено. Значит, следующий момент, посадка. Да, с одной стороны, вроде бы здесь все просто, ну, там, один винт, но реально вы можете подобрать под свой череп, и это тоже хорошо, то есть, кастомизация, вот эта подстройка, она уникальна. Такого, кстати, нет, это патент российский, я уже говорил. Что могу сказать, значит, кстати, я вот, в общем целом, я вот заметил, что в первый день прослушивания, я их надел, что-то сижу, сижу, потом смотрю, уже ночь такая, а я даже не замечал, что я сижу и слушаю музыку. То есть, это настолько естественный был процесс для меня, очень редкая ситуация, ну, потрясающе редкая. Да, это наушники динамические, да, это не какая-то другая технология, вот старшие, там у них есть еще, вот у Кенертон есть Один, и там уже все по-другому. Здесь динамическое, диаметр драйвера 50 миллиметров, чувствительность 100 дБ на милливатт, и сопротивление, кстати, 32 Ома. Это момент такой. Что могу сказать по звуку? Они очень прозрачные. Ну, во-первых, это открытая конструкция, то есть вы должны понимать особенности передачи, скажем так, вот этого всего в открытой конструкции. Здесь потрясающе контролируемый глубокий бас, причем глубокий бас, который вот, он уходит туда далеко-далеко. Я, например, смотрел на какие-то серьезные композиции, где есть вот эти суббас, что называется, вот там совсем НЧ-спектр, и он настолько глубокий, вот ощущение, что вы стоите на концерте, или вы слышите раскаты грома. То есть он даже не ушами как бы воспринимается организмом всем, вот это ощущение внутреннее, оно непередаваемо, потому что я раньше такого не слышал от динамики. Серьезно, это что-то с чем-то, то есть никакие там соньки там даже рядом не стояли, это просто вообще другое пространство. Причем, да, его никогда не было много, его никогда не было мало, он вот был ровно в том количестве, в котором он нужен. При этом он прекрасно контролируемый, мне очень понравилось. Они сами быстрые, да, вот серединка ровненькая, правильная, деликатная, прозрачный верх, причем прозрачный верх, он, ну, тут эта конструкция как бы хороша. Ну и в принципе, все прекрасно разделяется. Широкая сцена, ну, понятное дело, да, широкая сцена будет. Вы чувствуете каждую партию инструментов, она, кстати, глубокая достаточно, то есть вы видите не только вправо-влево, да, но вот туда, вперед-назад. Вы это все можете прочувствовать, просмотреть. Очень естественный звук. Причем вот эта естественность, она поначалу, после окрашенных наушников, она немножко смущает, обескураживает. Вы надеваете так, что-то странно, потом вы понимаете, боже, вот именно так и должно звучать. Именно так должна звучать в идеале эта динамика. Они вот именно такие должны быть, вот именно такие правильные. Они не резкие, они не режут мозги, там вот как японский, например, подход, да, где ВЧ-спектр туда распространяется дальше, там просто бывает циркулярка-болгарка. Они не темные. Да, после ярких наушников они могут показаться темными, но когда вы послушаете там их 5-10 минут, вы поймете, что они не темные. Они правильные, они просто правильные. Это уникальная штука на самом деле. На сложном материале потрясающий контроль. Ну, серьезно. То есть, до смешного доходило, я слушал какие-нибудь тяжелые партии, где раньше, ну там какая-нибудь каша, трэш какой-нибудь идет. Там, где раньше наушники начинали задыхаться, как бы затыкаться, булькать. Эти такие, ну окей, ну на, я тебе покажу эту всю партию, прекрасно, я могу дальше. То есть, я не смог их так, скажем так, нагрузить и так над ними поиздеваться, чтобы я почувствовал, что им тяжело. Им не тяжело, им нормально. То есть, они спокойно могут уверенно отобразить вашу партию. Будь там это какая-нибудь электронщина или какой-нибудь трэш-металл, где это все будет слышно. То есть, я реально порой вот до смешного доходило. Я оборачивался, думал, господи, что за звуки-то с улицы. Потом переслушал место, оказывается, в материале это все было. Я просто раньше этого не слышал, а здесь я это услышал. Я пугался вот этих чужих как бы звуков, а в записи они были. Естественно, там подразумевается, что мы слушаем не МП-тришку, какую-нибудь АДСДшки, ну там флаки на крайняк. Но тем не менее, да, это опять же открыть. Я медиатеку переслушивал по нескольку раз, потому что я открывал для себя свои композиции заново. Это очень интересное ощущение, они очень эмоциональные ощущения. Причем, вот, я даже не знаю, как это сказать. Да, конечно, сразу слышны все косяки там мастеринга, все косяки записи, где что-то кто-то пукнул, плюнул в микрофон. Это все будет как бы отображено. И да, кстати, флаки очень разные по качеству. То есть, если раньше флаки, ну, понятно дело, похуже получше, то здесь прямо, ну, совсем разрыв. Вот эти явно чуть ли не из МП-три сделаны, а вот это флаг хороший. И вы это настолько слышите. То есть, вот, динамика вот этой разницы, она становится больше. Это так здорово. Ну, серьезно, это вот как посмотреть картинку на компьютере, и потом прийти в картинную галерею, увидеть оригинальное полотно вот во всю стену. Это вот просто другое пространство. Что еще могу сказать? Да, вот шедевральный джаз, например, как вариант. И вот джаз хорошей записи в хорошем качестве в ДСДшечке. Это просто оргазм. Это реально звуковой оргазм, который, вы понимаете, вот вы сидите на настоящем выступлении, для вас играет в хорошем зале с прекрасной акустикой, ансамбль. И вот вы полностью в это погружаетесь. Вот все вот мельчайшие нюансы исполнения на контрабасе, которые я раньше не слышал, там просто был какой-то бас. Здесь это все есть. Это вот, ну, это надо слушать. Серьезно, я не могу это, наверное, передать словами, потому что настолько это отличается от привычной картины мира для меня в динамических наушниках, особенно после более бытовых вещей. Эта штука очень прозрачная. Вот знаете, вот как вы пьете воду из-под крана, да, какую-нибудь там с ржавчиной, вы думаете, ну, вот это вода. А потом вы берете хорошую воротниковую воду и пьете, и понимаете, что то, что выпили, это нифига не вода. Ну, она, конечно, вода, но там куча грязи и помоев. А вот это вода. Вот то же самое ощущение от наушников в Али. Серьезно. Ну, так как минусы я все-таки тоже должен рассказать, потому что мое дело рассказать обо всех аспектах, значит, по звуку, ну, не найду никаких претензий. Серьезно, это очень крутые уши. Но могу придраться к посадке, да, вот на мою башку они все-таки немножко садятся плотненько. Я очкаре, как вы заметили, и на очки мои в данном случае они немножко поддавливают. Это может быть не всем удобно, поэтому померить. Я не знаю, может быть на вас это будет проще. У меня башка не самая маленькая в этой жизни, плюс очки довольно толстые, плюс там вот давят определенным образом, плюс конфигурация этого всего. Вы можете почувствовать легкий дискомфорт по прошествии там пары, тройки часов прослушивания. Ну, серьезно, я в первый день сидел, наплевав просто на все. Я сидел там, не знаю, до двух-трех ночи просто получал вот это удовольствие. Я не мог снять эти наушники, несмотря ни на что, потому что это потрясающий звук. Что могу сказать? Да, это музыкальная свобода. Если вы можете себе позволить вот заплатить эти деньги, заплатите. Если у вас есть хороший источник, посмотрите на эти уши. Вы поймете, что да, эти уши дорогие. Да, по сравнению там с ценой 20 тысяч рублей, да, это может быть много. Да, это, понятное дело, история не для всех. Но если вы можете себе позволить, если вы любите звук, возьмите их, правда. Это уши, которые у меня вызвали полнейший восторг. И, пожалуй, наверное, одни из пары-тройки штук, которые вызвали настолько эмоциональный отклик, настолько искреннюю любовь к звуку, передаваемую ими, что вот я и захотел поделиться настолько витьевато, настолько объемно и настолько долго. Ну и, конечно же, в данном случае это доказывает, что наши могут очень круто делать. Это серьезно. Они создают прекрасную конкуренцию всем западникам, всем епошкам, всем немцам, всем американцам. Я искренне рекомендую посмотреть на наших. Это действительно стоит того. Они, наверное, одни из лучших класс, если не лучшие. Ну что же, все. На этом на сегодня все. Я еще раз благодарю компанию Audio Club за то, что они мне предоставили эти прекраснейшие, истинно прекраснейшие уши на обзор. И прощаюсь с вами, но ненадолго, ибо скоро будут новые обзоры. Пока-пока.